И к другим новостям. Минувший год стал одним из важных для областного центра. Празднование 25-летия независимости страны принесло городу немало новых достопримечательностей. Более 100 культурно-исторических объектов были обновлены и восстановлены. За годы независимости Тарас отметил свое 2000-летие, а также 550-летие образования казахского ханства. За это время произошли немало изменения, о которых расскажут наши корреспонденты. Тарас – культурно-исторический центр. Однако в памяти ветеранов нашего города живы воспоминания пережитого в 90-е годы. Период расцвета криминальной обстановки, когда не хватало ни средств, ни продуктов питания. Сегодня ветеран культуры Розия Мадыханова проводит параллель между тем тяжелым периодом и сегодняшним днем. В свое время мы много ездили по гастролям. В то время Тарас был шамбылцем, и я называю свой город «маленькой Швейцарией». Сегодня столько мест, которые можно показать гостям города. Вот, допустим, коне Тарас. Что было раньше и что сейчас? Раньше-то и на рынок тяжело было пройти спокойно. Не место для отдыха и культурных мероприятий. Самый древний город страны Тарас за этот период отметил свое 2000-летие. На выделенные бюджетные средства 2 миллиарда тенге. Были отремонтированы дороги, освещены улицы, были начаты работы по строительству жилых домов. Так, к знаменательной дате был построен дворец молодежи, отремонтированный концертный зал «Волосогун» и центральный стадион. Трудности прошедших лет сказались и на культуре города. В 2000-е годы пришлось закрыть многие культурные учреждения. Есть те, которые попали под частные владения. Другие были оптимизированы. Были закрыты библиотеки, клубы. С тех пор, благодаря программе главы государства, начиная с 2000-х годов, полноценно функционирует 546 объектов культуры. К празднованию 550-летия казахского ханства за 30-40 дней было возведено около 100 знаменательных сооружений. Город заметно преобразился. На строительство культурно-исторического памятника «Конья Тарас» было потрачено полтора миллиона тенге. Были возведены памятники Жанебеку и Кирею, выстроен сквер Монбулак, башня Шолу. «Наша задача – показать все достопримечательности и исторические памятники культуры города нашим гостям. В этом направлении мы работаем сейчас. Раньше не было дороги в Акартас. С прямым участием Акима области сейчас идёт строительство дороги». За годы независимости культура города также получила своё развитие. С 2009 года в эту сферу было вложено более 4 миллиардов тенге. Бюджетные средства были направлены на обновление материально-технической базы в учреждениях культуры и искусства. Благодаря программе «Дорожная карта занятости 2020» более 3 миллиардов тенге было выделено на капитальный ремонт более 200 объектов культуры. Тарас – Великая земля, которая сохранила древние исторические памятники. Мавзолей Карахан-Баба, Айшабиби, Тектурмас, Бабаджухатун – удивительное городище Акартас. Всего Жанбулская область насчитывает около 3000 исторических памятников культуры. Безусловно, и Тарас готовится к предстоящей выставке «Экспо-2017». Большое количество культурно-исторических объектов находится на реставрации. На сегодняшний день более 14 туристических фирм получили государственную лицензию. Совсем скоро туристы ознакомятся с историческими памятниками нашей области. Малик Айскандер, Серег Тажебаев, 77 Ньюс.